Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Ониз, и недавно со мной случилось кое-что паранормальное. Я всё ещё нахожусь в полном шоке. После того, что я увидел, я часа два не мог говорить. У меня просто был ступор. Но сейчас я готовый об этом рассказать. Позавчера я сидел и монтировал видео, как вдруг на мой телефон пришло уведомление, что YouTube начал обновляться. Я просто отложил телефон и продолжал монтировать. Когда я демонтировал ролик, я зашёл посмотреть, что же новое добавилось в YouTube. Но мой экран телефона был почти пустой. На нём было только две иконки YouTube. Меня пугало то, что вторая иконка YouTube была чёрная. И подписано RIP YouTube. Я испугался, потому что подумал, что на моём телефоне какой-то вирус. И я решил туда зайти и проверить, что же это такое. Началась загрузка этого чёрного YouTube. Всё было чёрное и страшное, полняя противоположность настоящего YouTube. Постоянно в всём рыхтело, были какие-то помехи. После загрузки открылась главная страница. Она была чёрная, а надписи на ней были красные. Первое, что было на вкладке «Главное» — это видео «Винди 31», которое называлось «Тебе не стоило этого делать». Он был с чёрными глазами, его кожа была бледной. Он был совсем не похожий на себя. Я на свой страх и риск решил запустить это видео и посмотреть, о чём же оно было. Видео было сделано только из картинок. Очень редко были видеодорожки. Видео было показано, как Винди проходил какую-то игру. И с каждым скримером ему становилось плохо. Через время он уже сходил с ума. Финал игры ему уже было крайне плохо. Каждую секунду он терял сознание. С его лица стекала кожа. После чего он упал и потерял сознание. Видео резко оборвалось. Я был напуган, потому что не верил в то, что я видел. В рекомендованных к этому видео мне выглядело ещё одно видео. Только уже желейного медведя Валерки. Я не хотел его включать, но оно включилось само. Я пытался быстрее выйти с этого чёрного ютуба, но ничего не происходило. Видео продолжалось идти. На нём не было просмотров, как и на всех остальных видео. Видео началось с того, что Валерка плачет. Он был весь в порезах и с него текла кровь. Видео было полный бред. Валерка подошёл к какой-то девушке. Она была необычной, её глаза были белые. Она была просто одержимой. Валерка попросил её уйти. Но это сущность схватила его и отгрызла ему лицо. Валерка очень сильно кричал от боли. Вдруг резкий скачок в кадрах. Валерке уже торчал нож. Он просто умер. Видео выключилось. Этот ютуб был ужасен. Я вернулся на главную страницу посмотреть, что там есть ещё. Там было новое видео с канала Дружко Шоу. Я его открыл. Там был одержимый Дружко, который рассказывал о том, как правильно продавать душу дьяволу. Собственно, что он и сделал, чтобы стать популярным. Говорил он очень страшным голосом. От того, как он говорил, меня начало трясти. Я был очень напуган. Конечно, в заставке было видео Ивангая. В этом тёмном ютубе все видео были связанные. Как будто это был всего лишь один канал. В видео Ивангая он был тоже одержимым. Он пробовал разные неседобные вещества. Дошло даже до того, что он пробовал радиоактивные отходы. Они светились зелёным светом. И он это тупо съел. После было показано, как Ивангая лежит. Как только я досмотрел это видео, мой телефон выключился. И больше не включался. А когда я его приносил в ремонт, то мастера после того, как видели его, сразу же начинали нервничать. Это было ужасное воспоминание. На этом всё. Поставу лайк тебе, то всего-то две секунды, а мне приятно. Если это видео наберёт 700 лайков, то я найду какую-то запрещенную игру. Или же она сама меня найдёт. Также подписывайся на канал, чтобы быть моей супрем-банде. Ведь придёт время, и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. На этом всё. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok